Всем привет, дорогие друзья! Заметил, как в последнее время возникла какая-то группа людей, которая вводит заблуждение наших братьев и сестер относительно Святой Троицы, Божественности Иисуса Христа и икон. Вот хотелось бы вот такими некоторыми видеороликами опровергнуть эти неправильные мысли, используя, конечно же, Библию, Священное Писание и по возможности труды ранних святых отцов нашей Церкви и христианских писателей. Наши оппоненты спрашивают у нас, где в Библии сказано про Троицу и где в Библии есть слово Троица. Действительно, если мы откроем Библию и прочитаем ее полностью, то там не увидим слово Троица, там ее просто нет. Но все равно вера в Святую Троицу имеет под собой библиейское основание. Кстати, если посмотрите, в Библии также нет самого слова Библия. Слово Троица использовалось для объяснения вечных взаимоотношений между Отцом и Сыном и Святым Духом. И если мы, дорогие друзья, прочитаем Библию, то мы увидим, что в ней слова Отец и Сын и Святой Друг, обновременное упоминание этих трех личностей Святой Троицы, употребляется аж более 60 раз, друзья. Я уверен, наши оппоненты прекрасно знают эти все места, но специально их не говорят. И они прекрасно знают, когда мы говорим Троица, мы имеем в виду эти вечные взаимоотношения между тремя лицами Святой Троицы. Но они, я думаю, специально эти вещи не рассказывают тем, кому они, так сказать, проповедуют, чтобы, конечно же, они не узнали истину. Одно из тех мест, где одновременно упоминается Отец, Сын и Святой Дух, это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. У меня в руках Библия, дорогие друзья, давайте прочитаем этот стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, я с вами во все дни, до скончания века. Аминь. Наши оппоненты, знаете, что говорят нам на это? Ну, поймите, это всего лишь одно из мест Священного Писания, не стоит на этом зацикливаться, почему бы другие места не посмотреть и так далее. Друзья, это одно из мест, да, но зато какое место после своего воскресения он встречается со своими учениками и даёт, говорит им, идите и проповедуйте. Он посылает своих учеников проповедовать и говорит, самое важное, да, учите все, что я повелел вам, сделайте людей своими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это очень важное место на самом-то деле. И это крещение означает не что иное, как рождение в Боге, потому что то, во имя кого ты крестишься, в нем ты и рождаешься. И об этом говорит в первой главе 13 стиха Евангелие от Иоанна, Евангелист Иоанн, в принципе. Сейчас я вам прочитаю. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. А это не что иное, как то самое крещение, дорогие друзья, которым крестили апостолы во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда человек рождается в Боге и усыновляется Богом. Заметьте, друзья, что здесь написано во имя и стоит в единственном числе. Там не говорится по имени Отца, по имени Сына и по имени Святого Духа. Там говорится во имя Отца и Сына и Святого Духа, как бы показывая, что это одно божество, одна сущность, одна природа. Конечно же, я уже сказал, что там не одно место из Библии, где говорится одновременно об Отце, Сыне и Святом Духе. Есть второе послание святого апостола Павла Коринфянам в самых последних строчках, где он говорит следующее. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Во время крещения, дорогие друзья, когда Иисус Христос крестился от Иоанна, это, конечно, другое крещение, не то крещение, где мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот во время этого крещения, друзья мои, мы видим следующее. Об этом событии говорится во всех четырех Евангелиях, и у Матфея, и Иоанна, Марка и Луки. Я прочитаю только от Марка, это третья глава, 16-17 стихи. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, имеется в виду Иоанн Креститель, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес благолищий, сие Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть что мы здесь видим? Голос Бога Отца, который говорит, «Се Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», указывая на Сына Божьего, на Иисуса Христа, «Святой Дух, который, подобно голубю, сходил на Господа Иисуса Христа». Отец, Сын и Святой Дух также здесь упоминаются. Надо сказать, что христиане являются строгими монотеистами. Они верят, что в единой божественной сущности существует три божественных лица. И поскольку у всех этих трех лиц существует единая божественная сущность, то и Бог получается, что один. Дорогие друзья, существует слишком много цитат из Библии, где одновременно говорится о всех трех лиц Святой Троицы. По этой причине в этом видео точно это не получится уложиться и вам показать. Мы в описании к видео все эти 60 и более примеров приведем. Так что, пожалуйста, смотрите, если вам интересно, изучайте Библию, чтобы не, так сказать, не впасть в заблуждение и не идти за теми людьми, которые, как говорит в священное Писание, слепой слепого водят. Чтобы этого не случилось, дорогие друзья, изучайте Библию, изучайте церковное предание, изучайте учение церкви, изучайте символ веры церкви. И, конечно же, чтобы не отпасть и не попасть в заблуждение, в секты, в ереси, необходимо пребывать в истинной церкви. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова